Это герой войны Евгений Татаринцев, после того, как он полгода принимал участие в так называемой СВО. Вернулся в родную Калугу и живет обычной жизнью. Стояли пили пиво, но вот этот третий находился вот здесь. И вот он заметил, как сладевушка. Я вот так обошел, зашел в сталь, в один и в дверь, в сторонке там. И мы его потащили туда. А это еще один русский солдат. Николай Оголобняк, который повоевал в Украине и вернулся. Теперь наслаждается пейзажем Ярославля. А вот житель Кемерово Владислав Камюс, герой России, получил медаль за отвагу. Награду вручили, как вы догадались, за участие в СВО. В течение трех с половиной часов он ее избивал так, что на теле не осталось ни одного живого места. Черепно-мозговые травмы, гематомы, колотрезанные раны. Она в это время пыталась подбегать к двери, открывать двери, но ее оттуда отдирал, продолжал бить. Соседи все это слышали. Всех этих, так называемых героев, объединяет две вещи. Они убивали украинцев на украинской земле. А до этого убивали своих земляков в РФ. В 2014-м в Калуге поздно вечером была убита 18-летняя Яна Болотная. Ее тело нашли через два дня в лесу. Девушку сначала изнасиловали, а потом сожгли. Мать оббивала пороги правоохранительных органов и писала письма 4 года. И в 2018-м убийц Яны нашли. Ими оказались братья-татаринцы. Суд дал убийцам-насильникам по 18 лет строгого режима. Но... Он был помилован президентом, значит, Российской Федерации. Но если наш президент сказал, что тяжкие, особо тяжкие преступления не подходят под подмилование, а как же эти помилованы? История Николая Голобняка поражает не меньше. Суд признал его организатором группового убийства. Тогда, в 2010-м, 6 фигурантов дела получили от 2 до 10 лет лишения свободы. Маленькие сроки из-за того, что убийцы были несовершеннолетними. А Голобняк получил 20 лет. Потому что на время совершения преступления ему уже исполнилось 18. Он и его приспешники убили четверых подростков. А затем их тела расчленили. В 2010-м на суде мать одной из убитых сказала пророческие слова. Эти пульсы за решеткой, но они будут дышать воздухом. Они все равно будут надеяться, что они когда-то выйдут. Что они увидят своих родителей. Обнимут их. А мне уже никогда никто не скажет, мама, я люблю тебя. А Голобняк отсидел всего 10 лет из 20. За зверское убийство четверых подростков. Повоевал полгода в ЧВК и вернулся домой, как ни в чем не бывало. Война в Украине стала спасительной соломинкой для убийцы оппозиционной российской журналистки Анны Политковской. Он умеет лизать ручку большого белого царя. И умеет при этом, абсолютно не стесняясь, в один и тот же день говорить про этого белого царя по-чеченски своим людям по телевидению, что мы найдем ему место. Через два дня после этих слов в 2007-м про Путина и Кадырова ее застрелили. Организатором оказался Сергей Хаджикурбанов, бывший капитан Московского управления по борьбе с организованной преступностью. Ему дали 20 лет. И выйти он должен был в 2034 году. Но несмотря на тяжесть преступления, Хаджикурбанов был помилован в обход процедур и законов РФ, которые пока никто не отменял. А это член гильдии кинорежиссера в России Илья Белостоцкий, лауреат международного кинофестиваля «Мир глазами детей». Участник Берлинале. 15 лет он работал с детьми и снимал юмористический киножурнал «Яролаш». Обязательно стараться ходить на отечественные фильмы, а еще более обязательно ходить на фильмы молодых фильмов и графистов. Потому что они смотрят свежим взглядом, они не заштампованы, они не находятся во власти продюсерского диктата. Он никогда не убивал, но вряд ли его преступления можно как-то оправдать. Белостоцкий получил 6,5 лет за совращение и насилие над малолетним ребенком летом прошлого года. Но не просидевший и нескольких месяцев отправился на СВО. И это далеко не полный список убийц и насильников, которые уехали из колонии РФ на войну в Украину. Карт-бланш на новое убийство и свободу им дал Владимир Путин. Житель Пермского края. Артем Бучин изнасиловал и убил 23-летнюю Татьяну Рикутину в феврале 2023 года. Он получил 20 лет колонии. Пьяный житель Архангельской области Вячеслав Самойлов убил свою 33-летнюю сожительницу Ольгу Шлябину. Расчленил ее тело ножовкой. Спрятал фрагменты в разных местах, а ее вещи сжег. Он получил 9 лет и 7 месяцев колонии. Житель Владикавказа. Вадим Техов зарезал бывшую жену под камерой видеонаблюдения. В этот момент он находился под домашним арестом по делу о покушении на убийство. В 2021 году Техов получил 16 лет колонии строгого режима. Сначала так называемое СВО. Путин помиловал как минимум 17 человек, совершивших жестокие убийства. На тех, кто были помилованы и попали в ЧВК Вагнера. А потом вернулись домой. За 2023 год заверил 195 уголовных дел. Убийства, кражи, грабеж, разбой, угон, хранение и распространение наркотиков. Мошенничество, изнасилование и похищение.